Руководители Эквадарского посольства в Лондоне, где более трех лет укрывается Джулиан Ассанж, планировали до неузнаваемости переодеть создателя Wikileaks для его безопасной эвакуации из здания Дипмиссии, пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические документы. Ассанж получил убежище в Эквадарском посольстве в июне 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в сексуальных преступлениях. С тех пор он не покидал здание, которое круглосуточно охраняет британская полиция, располагающая ордером на арест Ассанжа. Согласно документам, о которых сообщил эквадарский журналист Фернандо Вильевисенция, Фернэндо Вилла Виченчия, среди возможных вариантов побега Ассанжа из посольства дипломаты рассматривали переход по крышам зданий, а также использование маскарадного костюма, неузнаваемо изменяющего облик. Отмечается, что план эвакуации Ассанжа в сумке или чемодане с дипломатическим багажом был отвергнут, поскольку Скотланд-Ярд предусмотрел эту стратегию и расположил перед посольством устройство, сканирующее тепловое излучение тел. По данным издания, в документах также сообщается о нарушениях режима безопасности со стороны самого Ассанжа, пытавшегося проникнуть в запрещенные помещения на территории посольства. Кроме того, в переписке говорится о непростом психологическом климате, возникшем в дипмиссии в связи с длительным пребыванием там Ассанжа и указывается на необходимость ограничения его доступа к алкоголю. В мае 2015 года стало известно, что Верховный суд Швеции оставил в силе выданный пять лет назад ордер на его арест. Швецкие следователи пока не смогли допросить Ассанжа, так как не получили разрешение на допрос от властей Эквадора. В середине августа этого года прокуратура Швеции сообщила, что из-за срока давности преступлений с Ассанжа снимаются три подозрения, касающиеся домогательств. До 17 августа 2020 года Ассанж будет подозреваемым только по одному пункту – изнасиловании. Субтитры создавал DimaTorzok